Живый диалог, именно так, о Житковском районе называют со встречи керавництва Ваканкама с местовым населенцем. Каждый месяц все службы Ваканавшего комитета выезжают в конкретный сельский совет, как на место доведаться о проблемах, которые хваливают людей. По померах территории Житковский район, другие на Огомищине. Отдаленность широконаселенных пунктов от райцентра означает, что далеко не каждый вязковец приедет в Ваканкам, как поведомить о местовых проблемах. Есть, зразумелый телефон, а лекали пытание необходимо оберковать деталево, и он не самый лепший помощник. Живый диалог, это спроба районного керавництва самим прийти до людей. У Ленинским сельсовете 11 населенных пунктов, и у кожным взых отбываются со встречи. Нельзя сказать, что размова всюду проходит спокойно, а лишь и огученные темы для вязковцев, саправды, актуальные. Той же рамонт дорог, например, заразумело, что сроку для проведения хупарадок в бюджете не хапая, а ли и покидать ситуацию без уваги нельзя, асаблила с обликом на доходящей зимы. Правда, от идеи притягнения для этих метод-сберажений у людей у района Пакуль отмывился. Я думаю, в первую очередь они должны думать о благоустройстве. Дороги, я очень сомневаюсь, что наши люди смогут вложить такую лепту, учитывая, что использование одного автомобиля или машины как минимум 3 миллиона рублей. Особный блок огученных проблем об работе местового гандлю, то ассортимент продукции у автолавков вельми уже незначный, то чеки не выдают, то еще и термин реализации пропонуемых товаров давно скончился. На отсутствие светливости сбоку продавцов у такой ситуации шмат хто увагу уже не звертая. Проблема оказалась настолько серьезной, что теперь работу автолавок в Житкинском районе будут контролировать специальные мобильные группы. Якость гандлевого обслугования у невеликих вездах. Увагу и тема, якая потребует принятие конкретных решений. Больше уваги звернуть и на светление сельских улиц. Лямпочки и их замена каштуют и не танно, лишь и у темры в 21-м сагодзе жить нелько. Иншая справа, что у идеале сами лямпы можно было бы заменить на сучастные энергосберегающие, якие до того, что еще и працуют больше протяглый час. Але для этого так само потребны сродки. Мы же естественно на каждом столбу повесить лампочку не можем. И если взять населенные пункты малые, там не такое большое движение в ночное, в вечернее время. То есть мы считаем, что этих лампочек достаточно, которые есть. Там тоже висят люминесцентные лампы, но менее экономные. Александр Тюров, Евгений Макеенко, Телерадио компания «Гомель», Житковицкий район.